Приветствую! И вновь солнечный день. И я сегодня планирую прогуляться по острову Хортица. Начальной точкой моего путешествия есть проходная Запорожского трансформаторного завода, ЗТР или ЗТЗ. Пойдем мы вот этим маршрутом, улица Таганская, мимо полукруга, через Арочный мост. Посетим несколько интересных мест острова Хортица, Зональную школу и не только ее. Сейчас примерно 11 часов. Начинаем наш путь. А сейчас небольшая историческая справка. В октябре 1973 года на острове Хортица на берегу Днепра была открыта Запорожская Зональная Комсомольская школа. Трехэтажное здание с гармошкой и гигантским панно на стене. Мирный атом, колос, плотина. Пресса того времени писала, что школа была хорошо оборудована. В комплексе были все бытовые и коммунальные удобства. Были на территории школы и теннисные корты. Кроме запорожцев, планировалось, что в школе будут учиться комсомольские активисты со всей Украины и не только. Бывали представители молодежных организаций Кипра, Польши, ГДР и ФРГ, Финляндии, Чехословакии, Болгарии, Гипнамы. Они знакомились с материальной базой школы, беседовали со слушателями Зоналки, устраивали круглые столы, обменивались опытом. Охотно участвовали в совместных акциях, например, в субботниках по уборке территории, прилегающей к школе. В середине 90-х здание забросили. К сожалению, мне неизвестна причина, почему здание опустело. Если у вас есть информация по этому поводу, то напишите в комментариях. Спасибо. Полукруг Вот мы и на арочном мосту. Как все закрывается, замечательная панорама Днепрогресса. День солнечный, Днепрогресса. Очень хорошо видно. Песня, я не spices. Огромников сегодня так много. не просто немного, их вообще сегодня нет как и тех людей, которые предоставляют услуги прыжков с моста, вот здесь в этом месте, но сегодня не их нет здесь на въезде на остров Хордицу установили такого себе лежачего полицейского кто не видел, посмотрите как мне потом сказал один из рыбаков полиция утром разогнала всех рыбаков, которые были на мосту кто-то скачет по встречке вот такие дела даже первый троллейбус встретил, какая удача давайте сверим часы в данный момент у нас 11.36 вот он поехал ну а мы соответственно вон туда тут часто нужно встретить и бегунов и людей, которые гуляют с собаками и просто прохожих которые наслаждаются природой вот мы не пойдем туда мы пойдем сюда а почему скоро увидите да, кстати в начале осени где-то примерно в сентябре когда я здесь гулял здесь видел белок я взял конечно немного орехов с собой чтобы их покормить но они тут такие пугливые белки что даже не знаю подойдут ли они близко еще одна дорожка налево дорожка направо вот скорее всего след от авиабомбы воронка мы идем дальше впереди нас ждет светилище эпохи бронзы и редут времен русско-турецкой войны датировка редута 1739 год да, сейчас когда листья опали уже ноябрь месяц просматривается хорошо берега хортицы не знаю видно ли это на съемке а вот собственно мы подошли к самому редуту да действительно его осенью очень хорошо видно ну и весной соответственно тоже такая возвышенность земляное такое сооружение оборонительное ну и здесь уже кто-то его оборонял и так подойдем ближе ну вот собственно так выглядят остатки редута 1739 года тут была целая серия оборонительных таких сооружений они были вдоль линии выстроены с юга на север или севера на юг и вот то что осталось расположено здесь сложно сказать как здесь располагались сами сооружения но хотя в принципе вот есть тут какие-то углубления в принципе должна была какая-то быть изба деревянная какая-то землянка где обороняющиеся могли жить и готовить себе еду в общем-то и видеть все вокруг так вы знаете те далекие времена ну и в принципе еще до начала 60-х годов 20-го столетия на острове Хортицы практически не было деревьев основная часть территории Хортицы это степь а по балкам и по периметру росли деревья да вы спросите куда мы идем в данный момент в данный момент мы идем еще к одному туристическому объекту который находится здесь совсем рядом да тут такие тоже деревья поваленные везде тут ну это конечно же не совсем туристический объект но туристы здесь бывает это видно присутствие их видно налицо так идем мы вон туда хотя на самом деле вот там дорожка есть вот там вот и она как раз ведет к тому месту куда мы идем но я уж рискнул пройти именно по этой дорожке потому что я здесь никогда не ходил но здесь сейчас все хорошо просматривается поэтому я выбрал именно ее то есть как бы риск что я куда-то влезу попадут он минимален вот какая паутинка красивая вот практически мы и пришли к туристическому объекту что же это за объект сейчас друзья увидите и вы ну что же смотрим по карте светилище эпохи бронзы совсем рядом возле этого указателя имоверное место кладовище частей российско-турецкой войны 1735 1739 роков и здесь вот по левую руку дорожка вниз к Днепру по левой руке здесь находится светилище эпохи бронзы вот так оно выглядит осенью вот в этих местах с таким тропинком возле пионерского яича тренируется фрирайдера велосипедист сейчас они там внизу расчищают граблями себе путь ну а мы идем дальше пионерский лагерь чайка красот так идем вдоль забора пионерского лагеря скоро выйдем на асфальтовую дорожку здесь люди отдыхают шашлыки сосиски предполагается вероятно здесь вот какие-то технические строения пионерского лагеря мы идем к центральному входу пионерского лагеря чайка запорожского трансформаторного завода вот я вышел на асфальтовую дорожку по правую руку забор пионерского лагеря чайка либо детского оздоровительного центра впереди также и база отдыха трансформаторного завода а вот и белка вот и белка давайте попробуем дать ей грех так ну что белка убежала да кстати пионерский лагер на территорию но моей оставим здесь орешек итак сейчас находимся возле дороги которая ведет пионерского лагеря чайка вот здесь вот центральная аллея самого пионерского лагеря тут когда-то был пост где дети встречали родителей своих телефон охраны очевидно можно договориться о том чтобы пофотографировать на территории пионерского лагеря да очень жаль что они работают архитектура тут просто необычная очень красиво таком античном стиле так а с этой стороны от пионерского лагеря находится база отдыха за это за вроде бы как не рабочие не уверен что она работает собственно как и сам завод который еле дышит тут между забором пионерского лагеря и забором база отдыха за это за есть такая тропинка которая ведет на пляж довольно таки красивый такой милый ухоженной и вода там довольно таки чистая кстати летом пионерский лагерь футбольное поле пионерского лагеря чайка довольно ухоженная вытоптанная видно что на нем играет на нем не только играет рядом с ним с этим футбольным полем еще и отдыхают идет дорожка которая огибает саму базу его здесь дорожка еще одна мы пойдем по этой по правой ведет она к тому саму пляжу практически уже пришел днепру уже днепровидно тут вот огромнейшее дерево видно упал люди расположились там отдыхают 10 к полянка кто-то уже заготавливает дрова это такое шашлыковое место и еще одно дерево упало в эту сторону тоже виду что очень старая скидку сложно оценить сколько ему было лет но думаю не меньше 150 это тоже кто-то оставляет свои граффити оля и игорь сердечко кто-то кого-то любит марка кто-то кого-то любит и Шел побегу, хотел пройти дальше, но вот уперся все-таки в забор. Креслица себе поставил для отдыха, собачки там его хранят, и здесь такая у него чел-зона. Ну что, ладно, пойдем в обход. Ну что ж, придется возвращаться тем же путем, каким и пришел. Вот, кстати, этот домик, который преграждает со стороны Днепра проход людям. А вот туда я пойду по этой дорожке, а вот здесь вот есть указатель, что это такое. Это памятка природы Балка Музычна. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok о памятник общественного туалета до назначение этого строения именно такое какое я сказал много поваленных деревьев и еще одно строение m&g м еще сохранилась а же уже не совсем продолжаем движение этих серий туалетов здесь уже такие скалы поднимаемся наверх по тропинке очень красиво похоже что это такое рыбацкое место есть лосточки тут наверно ловят рыбу как и вон с того правого берега люди пытаются сегодня что-то выводить из днепра так перескочили через пригорок а здесь очередной забор который надо обходить хотя почему-то и не надо здесь как бы уже кто-то проходил тропинка протоптана значит здесь кто-то ходит постоянно так дорожка это вела к еще одной базе так и так и Так, спустился я вон оттуда. Там была база с беседочкой. Здесь такая балка небольшая и дальше лестница наверх. Тоже, наверное, какая-то база. Здесь небольшой причал, а с той стороны как раз пляж Торговая бухта. Так, там правый берег и Торговая бухта. А вот я на причале. Там впереди правый берег Карьер, а там база с беседкой, откуда я спустился. А здесь наверх ведет лестница. Так, ну что, поднялся я по этой лестнице. И дошел до забора. Тут тоже какая-то база. Или может быть это чей-то дом. Туда есть дорожка. Но это назад. Нам надо туда. И тут нас опять ожидает забор. Но в нем опять есть проход. Поэтому идем сквозь него. Здесь вот такой вот камень. знаковый, колоритный, находится. Это скала выступает. Хортицкая. Прям высоко. Там еще одна. И тут смотровая площадочка красивая. Сейчас посмотрим, что с нее видно. А с нее видно ту самую Торговую бухту. Излюбленное место рыбаков и отдыхающих. Шашлыки, сосиски и барбекю. Поехали. Подписывайтесь на наш канал. Прямо мне стоит видеть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЭКОМ МОТОР АВТОР СИРЕНА ГОВОРЫ СИРЕНА Пришелье на КИК. Продолжение следует... 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 Показывали свое искусство зрителям, которые сидели здесь. А теперь хозяева этого места, природа, птицы, белки. Но иногда заходят люди выпить что-то сюда, вот там на березунте. Пару бутылок чего-то, и также там вход в это заведение. Когда-то здесь была касса, продавали билеты, ну может быть и по пригласителям. А там сидел киномеханик, который показывал кино. А вот и сама касса, где продавали билеты для посещения 2-летнего киноконцертного зала. Ну что ж, друзья, цель достигнута. На зональную комсомольскую школу. Мы посмотрели. Была она открыта всего-навсего в 1973 году. И фактически уже в начале 90-х прекратила свое существование. Вот так она выглядит сейчас. Так красиво нахортится, тепло. Не хочется уходить. Комсомольская школа. Вот уже луна вышла. Видно. Такой закат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, в обратном направлении я пойду по этой дорожке. Там Днепр, а я пойду вот здесь. Кстати, а вот еще один редут здесь. Памятка истории укрепления, таящей споруды, выкрасывания печат, российско-туральской вины 18-го столетия. Здесь они не сильно заметны. Мало уже что осталось по сравнению с тем редутом, которое мы видели ранее. Тем более здесь вот еще проложена канализация. Пойдем и мы сюда, минут назад сюда поехали велосипедисты. Дальше пойдем к Арочному мосту. Информация для размышлений. Так, перекресток туда или сюда. Пойдем сюда. Здесь немного срезать можно Карочному мосту. А там уже просто выйдем к дороге. Кормушка для животных. И там тоже какая-то памятка, то ли истории, то ли природы. Давайте посмотрим вместе, что там написано. А написано тут следующее. Информация. Это також памятка истории укрепления, сбудованной подчас Российско-Турецкой войны 1735-1739. Это, напевно, наступный редут, потому что тут была цела смужка. И вот здесь, наверное, какое-то помещение было землянка. Вероятнее всего. Еще один указатель. Давайте на него посмотрим и прочитаем. Дуб такой симпатичный. Так. Ось вам и смужка рядовцев. На початку мы были на первом. Ну, за другой, третий, четвертый. Вот так. Сложно сказать, насколько они действенны. Ну, по крайней мере, всадник, наверное, не очень просто преодолевал. А, наверное, по периметру еще и колья были, скорее всего. Чтобы не так было просто занять эту позицию. Вот такой вот редут. Так. Возвращаюсь я на свою дорожку. И продолжаю путь к карочному мосту. Подхожу я к асфальтовой дорожке. А она точно асфальтовая? Сдалека похоже на грунтовую. Такс. Люди идут, значит, мы пойдем. И вновь я на арочном мосту. А вот такой вот закат. Такое небо на закате. И вот такой вот пыльный карьер. Тоже на закате. Хорошая была прогулка. Хорошая погода. Хорошие попутчики. Хорошие попутчики. Хорошие попутчики. Хорошие попутчики. Тоже на закат. Так. Так. Хорошие попутчики.